Доброе утро, дорогие друзья. Недельная глава Талдот и сегодня урок о чем? Конечно, о любви. Это такое. Ицхак написано, любил, подчеркиваю, любил Эйсава, потому что дичь его была ему по вкусу. Он ухаживал за отцом, он действительно его любил. А Римка любит Якова. Любит. Итак, любовь это одно из наиболее частых таких слов, в которых смысл искажен, наиболее предельно. Например, что значит фраза «я люблю рыбу»? Если человек любил бы рыбу, то он устроил бы пикет у рыбного ресторана, держал бы плакат «здесь убивают невинных бедных рыбочек», «байкотируйте ресторан». Однако в действительности этот рыболюб один из наиболее часто посетителей вот этого данного заведения, обеспечивающего владельцам прибыль. Лопать любит. И на самом деле любовь это уникальное явление. Оно означает чувство глубокой привязанности, горячей сердечной наклонности, влечение какое-то к кому-то безоглядное. Мудрецы говорили, что в настоящей любви причины и следствия неразличимы. Если любовь обусловлена причиной, она не продержится. Если вы полюбили там девушку за ее красоту и там у нее морщинки появились, начнутся изменения и так далее. Это любовь с условием. В настоящей любви между причиной и следствием нулевое расстояние сказали мудрецы. Сказано, что Бог выбрал Авраама и причина не указана. Ни его там беспримерная там отвага в выполнении заповедей, ни какой то, что он шел против мира, ничего. Если рассмотреть реально, просто Бог полюбил Авраама, потому что полюбил. Других причин нет. Причина стала следствием. И следствие стало причиной. Вот и получилось. Ицкак любил Исаву, потому что дичь была ему по вкусу, а Ривка любит Якова. Обратите внимание на грамматическую особенность этой фразы. Ее отмечали все мудрецы. Любовь Ицкака к Исаву отмечена глаголом в прошедшем времени. Ицкак любил. А любовь Ривки к Якову указана в настоящем времени. У Ицкака была причина любить Исаву. Что касается Ривки, ее любовь к Якову не было причиной. Она просто любила своего праведного сына. Эта любви не нужна причина. И поэтому она вне времени. Ривка любила ее тогда, любит и сейчас. Вот такой любви есть начало, но нет конца. Каббала говорит, что вообще любовь на земле пробуждает любовь на небесах. Поэтому это крайне важно. Это не просто вот так вот есть в мире. Любовь она очень нужна. Раби Мейрлс Перемышля в своем понимании вот этой вот причины любви, почему именно Ицкак любил Исаву, основывает ее на очень интересном мидраше. В будущем Всевышний обратится ко всем праотцам и скажет им, твои дети совершили промахи. Ну вот как сейчас. Авраам и Яков скажут, ну ошиблись, пускай получат по заслугам. А Ицкак что? Он скажет нет. Он скажет, промахи небольшие, там начнет это. От чего, спрашивает именно Ицкак, Раби Мейр спрашивает. Будет оправдывать нас. Почему не оправдает нас Авраам? От того, что только у Ицкака найдется причина для такой реакции. Ведь он растил сына, которого, ну, никто бы не считал, мягко говоря, праведным. И тем не менее, я человек из плоти и крови любил его, старался оправдать его поведение. И ты, вот ты наш хозяин наверху, ты тем более оправдай наше поведение. Получается, что любовь Ицкака к Исаву является причиной оправдания нас всех в глазах Всевышнего. Но это так. Вообще, вот все шедухи, они от Бога. Обратите внимание, написали мудрецы, что действия Творца упакованы в жизненные обстоятельства. Каждый раз, когда мы связываемся, сталкиваемся с какими-то обстоятельствами, чтобы мы знали это сверху, каббалисты сказали, что Всевышний не навязывает человеку пару. Он только представляет ему возможность соответствующего шедуха, да, по высшему замыслу там. И тем, кто выполнит свою долю работы, он пролагает путь для встречи. И встреча такая написала, обязательно будет. И в этой жизни и в следующей зависит уже от нас. Написано, что если человеку предназначен шедух, если наверху объявляют, что это твоя пара, ты ее найдешь обязательно. Но ты можешь ее найти в следующей жизни через одну. Надо сказать одно в конце урока. Иногда что-то не складывается, иногда что-то не так, да. Но принцип лечения человеческого тела, согласно Ромбану, он применим для лечения души. И пример от прививки болезни, вот, да, учит нас, как правильно смотреть на всякие трудности, которые возникают, в том числе и в отношениях между людьми. Маленькая доля помех и сложностей, она способна послужить вакциной против куда более серьезных и тяжелых проблем, которые могли бы появиться позже. И дай бог, чтобы они не появились. За любовь, брахава от слаха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok